Давайте я просто напомню картинку. Картинка простая. Если у вас есть любое множество, все неважно какое, то вы можете делать следующую вещь. Такая очень важная для мотивации конструкция. В одну часть отводим четное число, в другую нечетное. Или в одну часть отводим целые числа, дающие остаток 0 при делении на 7, в другой остаток 1, в третью остаток 2 и так далее. Есть еще миллион и даже бесконечно много других разных способов разбивать множество на части. Главное, чтобы любой элемент точно знал, в какой именно части он находится. Так вот, что такое отношение эквивалентности? Это когда любые две точки из одной части считаются находящимися в этом отношении. А любые две точки из разных частей, мы говорим, что они не находятся в этом отношении. Так, а я поняли, о чем я знал? Значит, представьте себе, что все мы разбиты на 4 множества. Те, кто сидят на этой, те, кто сидят на этой, те, кто сидят вот так, и я. В таком случае, смотрите, что я нахожусь в отношении сам с собой и больше ни с кем. Вы, Даша, Аня, Лиса, Рома, Катя, Катя, понимаете, да? Вот, и с собой, кстати, тоже. То есть каждый человек находится в этом отношении с теми, с кем он попал в один отсек, и наоборот, не находится с людьми из всех остальных отсеков. Это понятно? Так, что такое рефлексивно? Это то, что вы подруга сама себе. То есть вот каждая точка попала в ту же самую часть, в какую она попала. Ну, то есть понятно, да? Это невелика мудрость. Вот, значит, что такое симметричность? Это тоже в прошлый раз было. Если я попал в одну часть с вами, то вы попали в одну часть со мной. То есть если две точки находятся в отношении, то и переставив их в порядок, мы будем видеть, что они находятся в отношении. И наоборот. Понятно? Отлично. И транзитивность. Транзитивность – это тоже чрезвычайно нехитрая штука. Потому что если я нахожусь в отношении с кем-то, а он еще с кем-то, то я нахожусь в этом же отношении с третьим. То есть представьте себе, что если А и Б оказались в одном куске, и Б и С тоже оказались в одном куске, в таком случае А и С оказались в одном куске. То есть эти три свойства отношения эквивалентности являются абсолютно очевидными. И ни в каких доказательствах, кроме как в описании собственного значения этих слов, эта теорема не нуждается. А вот что действительно для нас с вами важно, что действительно верно и обратно. Это не аксиум или аксиум? Это не аксиум. Секунду, секунду, секунду. Во-первых, как надо понимать разницу между словом «очевидно» и словом «аксиома». Аксиома – это совсем не значит, что очевидно. Аксиомы – это те утверждения, из которых строится математическая теория. То есть у вас есть несколько утверждений, которые считаются верными, и после этого при помощи правил вывода из этих утверждений получаются новые-новые-новые теоремы. То есть никто не говорит, что аксиома обязательно должна быть очевидной. И наоборот, если факт очевиден, то он вовсе не обязательно аксиома. Потому что если взяли несколько аксиом и сумели из них все теоремы вывести... Очевидный факт, но он через аксиомы доказывается. Но и неочевидный тоже. В общем, неочевидный как бы с еще большей силой должен доказываться. Но скорее он уже через очевидные факты должен доказываться. Так, все, все. Так, философия отменяется, а мы сейчас занимаемся делом. Значит, итак, вельно и обратное. Это чуть-чуть труднее понять, если у вас для любых двух элементов сказано, находятся они в отношении или не находятся. Представьте себе, что заполнена такая табличка. Значит, табличка звучит так. Айя, Рома, Даша. Можно я даже не буду писать? Вот. Здесь то же самое. Айя, Рома, Даша и так далее. И в каждой клеточке этой таблицы стоит единичка или нолик. Если находится в отношении, там, true или false. Если находится в отношении, то, значит, единичка. Если не находится, то нолик, да? Вот. И пусть выполнены вот эти свойства. Это не любая таблица. Например, рефлексивность – это то, что здесь на диагонали пренепременно стоят единицы. Симметричность – это значит, что вот это, понимаете, да? То есть при симметрии относительно главной диагонали таблица переходит сама в себя. Транзитивность – это такое более мрачное свойство. Ну, в общем, понятия не скажешь. То тогда на самом деле можно так переставить строки и столбцы, что эта таблица примет абсолютно понятный вид. А именно, ну как, переставим как-то строки и так же переставим соответственно столбцы, и таблица будет такая, что вот у нас есть те, кто попали вот на эту колонку, и там сплошняком единицы. Потом идут у нас вот эти вот три героя, и там у нас такая вот три на три табличка из единиц. Потом идут… Смотрите, я мог взять список класса не в том порядке, в котором вы сейчас сидите, а по первым буквам имен бабушек. Ну, мало ли признаков. И, соответственно, у меня тогда таблица, она хотя по-прежнему осталась бы с единицами на главной диагонали, по-прежнему симметричная, и транзитивность была бы верна, но она так… Ну, иногда стоят единицы, иногда нули, и не особо видно. А можно сделать так. Взять и выписать… Вот прямо вот, да, вот подряд с них вот, потом взять и выписать этих троих, потом взять и выписать вот вас сам, потом меня написать. Я, значит, окажусь там один несчастный со своей единицей, а в строчке и столбце все нули, вот их блок даст нам табличку 3 на 3 из единиц. Понимаете? Вот. Хочется таких квадратов, а все остальное нули. Вот оказывается, что если верны вот эти вот три свойства, то в таком случае при помощи перестановки строчек и соответствующей перестановки столбцов, понимаете, что если мы здесь меняем местами алью и рома, то мы и здесь тоже их должны менять, естественно, список должен соответствовать. Вот. То при помощи такой перестановки таблицу можно привести к такому вот блочному. На диагонали квадратному, такие квадратные будут стоять. Вот. Так вот, господа, доказать это очень легко. Если у нас есть рефлексивное, семьюничное и трактивное отношение, то мы можем для любого элемента рассмотреть такое множество. Вот берем некоторый элемент из нашего большого всего множества и рассмотреть множество таких точек, которые связаны с ним веревочкой. Давайте я напишу такую вещь. Значит, класс для точки А это вот что такое. Это, ну не класс, а кластер, я не знаю, там кучка. О, кучка. Там проявляется. Кучка. Кучка для точки А это вот что такое. Это те, для которых x связано отношением эквивалентности с точки А. Это у нас пока еще нет множества. У нас пока еще, вот понимаете, это потом оно вот так станет. А пока еще у нас идея такая. У нас есть просто некоторое множество. И в нем про некоторые две точки известно, что они связаны веревочкой. И каждая сама с собой связана. И понимаете идею? Так вот, давайте я объясню, вот если картинка у меня такая, из чего будет состоять класс вот этой точки? Всего лишь из одной точки. А, вообще-то она транзитивная. Правильно. Если транзитивная, то на самом деле в таком случае будет так, что если это и это, то тогда и это. А если оно поскольку оно рефлексивно, то и вот так вот. Понимаете, да? И на самом деле класс для этой точки, то есть это точку, и все, которые соединены с ней веревочкой, называем вот таким вот образом. Сейчас я докажу, что на самом деле мы получили в точности эту штуку. Для того, чтобы это доказать, я объясню вам простую вещь. Первое. По рефлексивности А принадлежит... Ну не само себе, а связана сама с собой отношением. И поэтому входит в свою кучку. То есть А сама с собой веревочкой связана. Дальше. Очень важно объяснить, что любые два множества, КА и КБ, они на самом деле, либо не пересекаются, как, например, здесь, вот это не пересекается с этим, не пересекается с этим, с этим, с этим. Либо уж если пересеклись, то совпадают. Это тоже понятно. Это абсолютно понятно. Значит, в самом деле, представьте себе, что у вас некоторая точка принадлежит КА-атому, и эта же точка принадлежит КБ-атому. Тогда что у нас реально будет на картинке? Да понятно, что вот здесь точка С, которая связана... Так, вы понимаете, почему я не рисую стрелочки здесь? Потому что это симметричность, да? Вот. Так вот, она связана с точкой А, и она связана с точкой Б. Ну так, народ, по транзитивности, значит, А и Б будут тоже что? Связаны. И теперь представьте себе, если А с чем-то связано, то по транзитивности и Б будет с этим связано. И если Б с чем-то связано, то по транзитивности и А с этим будет связано. И поэтому, еще раз, очевидная вещь, что вот такие штуки либо вообще не пересекаются, либо строго совпадают. А это и называется разбиение. А это и называется, что мы множество разбили на такие пусты. Все? Все. Я не знаю, как это объяснять, понятнее. Думаю, что это надо просто, ну, там, в книжках почитать, если тоже не понял. Ну, в общем, это совсем простая вещь. Сейчас давайте мы обсудим, как при помощи такой конструкции мы введем целый чисел. Значит, я, на самом деле, уже начал в прошлый раз рассказывать эту конструкцию. Значит, картинка такая. Если у нас с вами имеются на плоскости точки с натуральными координатами, то, смотрите, для любой точки вот этой вот, у нее, скажем, координаты вот этой 3, 2, да? Вот. Давайте мы будем говорить, что точка 3, 2 эквивалентна точке 4, 3, эквивалентна точке 2, 1, ну, и так далее, до бесконечности. И определение дадим такое. Вот, значит, представлять себе это надо, как бы 3 минус 2, да? То есть, определение такое. Пара А, Б эквивалентна паре С, Д тогда и только тогда, когда А плюс Д равно Б плюс С. Давайте я объясню, почему это разумно. Потому что, еще раз, пока знак не имеет никакого смысла. Но представьте себе, что мы уже знаем, что такое разность, когда А минус Б равняется С минус Д, это же то же самое. А вот в этой записи знака минус нет. Значит, и так, определение такое. Две пары называются... Ребят, у меня сейчас нет подозрений, что вы не в курсе, что такое целое число. Просто я специально, подробно рассказываю эту конструкцию, потому что, к сожалению, большинство из вас не в курсе, что такое число вещественное. Но конструкция, которая делает вещественные числа, она строго такая же. Другое дело, что она немножко посложнее, немножко подлиннее, но смысл там строго такой же. Поэтому, если вы хорошо поймете то, что я сейчас говорю про целые числа, то заодно потом и про вещественные тоже поинертие легко поймете. Значит, итак, две пары находятся в отношении, если вешать такое равенство. А мы сейчас будем вводить эти обозначения? Обозначения для суммы пар? Нет, для целых чисел. В смысле, 1, 1, это 0. Ну, будем... Это, конечно, понятно. Вот это вот называется 0. Это для тех, кто уже совсем в танке. 1 минус 1, 2 минус 2, вот эти пары, да, 3, 3, 4, 4, это, конечно, 0. Вот эта пара, это как бы минус 1, это как бы минус 2, и так далее. Но, как вы ни назовите, от этого легче не становится. Потому что, ведь смысл-то совсем в другом, не в том, чтобы наводить обозначения, а в том, чтобы научиться, чтобы объяснить, почему у нас отношение эквивалентности. Ну, если честно, ребят, здесь на картинке, все без всяких суммочек, да, просто вот все, кто на одном луче под церковь градусов расположены, те и образуют один класс эквивалентности. Согласны? Вот. Но, опять повторяю, чисто в педагогических целях. Давайте потренируемся на кошках. Значит, посмотрите, Смотрите, значит, почему отношение рефлексивное? Это я не без вас понимаю. Почему отношение рефлексивное? Почему пара А-Б эквивалентна паре А-Б? А почему? А плюс Б равно А. Во-во-во-во. Потому что, когда вместо Д будет Б, а вместо С будет А, то получится А плюс Б равно Б плюс А. А мы на прошлом роте доказывали, что сложение натуральных чисел симметрично. Вот этим, да. Замечательно. То есть рефлексивность у нас есть. Теперь симметричность. Почему, если А-Б эквивалентна С-Д, почему С-Д эквивалентна А-Б? Ну, это же самое. Просто равенство. Потому что здесь переставятся вот эти штуки. Согласны? Да. А если один объект равен другому, то отношение равенства, оно всегда симметричное. Отлично. Дальше хуже. Дальше хуже. Дальше надо смотреть так, ребят. Представьте себе, что у вас одна пара эквивалентна другой. Представьте себе, что пара С-Д эквивалентна паре Х-Ю. Давайте поймем, как это, что это реально означает. Это значит, что С плюс У равняется чему? Х-Ю. 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 Совершенно верно. Вот. А теперь вопрос. Что мы хотим из этого вывести? Если одна пара эквивалентна другой, вторая эквивалентна третьей, мы хотим доказать, здесь надо поставить вопросительный знак, что А плюс У равняется Х плюс Б. Правильно? Ну, Б плюс Х, Х плюс Б это одно и другое. Вот. Попрос. А берем и складываем. Конечно. Понимает република, что это уже обычные натуральные числа, никаких здесь новоприобретенных целых чисел там и так далее нет. Мы берем эти равенства, просто складываем. Так, если бы я что-нибудь видел. Когда мы их сложим, здесь будет С плюс Д, и здесь будет С плюс Д. И надо будет пользоваться теоремой, я не помню, почему доказали или нет. Нет, не доказали. Кому не доказали? Что если А плюс Б равняется С плюс Б, то А равно С. Господа, ну честное слово, по индукции это можно сделать. Значит, еще нам, видите, вот какие вещи мы пропустили, да? Если А плюс С равняется А плюс Б, то в таком случае С равно Б. Разумеется, из эксиомпиана это следует. Разумеется, это доказывать проще всего индукции по А. Понимаете, да? Вот. А, конечно, по А. Дело в том, что если А равно 1, то это свойство, что если С-штрих равно Б-штрих, то С равно Б-штрих. Да. Вот А индукционный переход от А к А плюсиковым делом тоже совершенно очевидно. Так, все. Транзитивность доказал? А, я. Доказал. Таким образом, для того, чтобы определить множество, ребят, еще раз, сейчас замечательная, это самая замечательная модель. Это модель для наших будущих действий священственных числов. Я сейчас должен вам объяснить, что такое сумма и произведение. Смотрите, как это легко делается. С комплектами. Ежели у нас есть пара А-Б, и мы к ней прибавляем пару С-Д, прибавляем в смысле целых чисел, то давайте-ка мы с вами будем говорить, сейчас, кстати, я попадусь на две вещи, вы мне сейчас только что-нибудь будете. Векторное сложение. вот, нет, вот это вот я, конечно, хочу написать, но вот за это надо ставить фут. Фут, а большой фут. Вот, объясняю, почему. Ведь смотрите, ребята, когда я говорю, что надо складывать два целых числа, то на самом деле целое число это не такая пара, а целое число это весь класс эквивалентности. и другое целое число, если у меня есть две пары, то на самом деле нужно говорить, вот в этом месте нужно ставить вот этот значок. Понимаете? Смысл простой, что мы берем, вот, чтобы сложить два числа, мы берем представителя одного из этих чисел, скажем число минус 3 это и 1 минус 4, это 1 точность 4, это и 2 5, это и 3 6 и так далее. Так вот, мы берем некоторого представителя, мы берем для другого числа тоже его представителя и складываем. Давайте я объяснюсь, что нужно для того, чтобы это определение было корректным. Дорогие мои, когда мы будем заниматься вещественными числами, то вот это вот слово будет одно из самых главных. Корректность определения сложения. Корректность определения сложения. Что я должен объяснить? Я должен объяснить, что если я здесь заменю вот эту пару на е-эквивалентную, и если я здесь заменю пару на е-эквивалентную, то по сути ничего не изменится, потому что здесь пара, конечно, может измениться, но она изменится на эквивалентную. Поняли? Поняли? Так вот, давайте я сейчас для целых чисел строго это докажу. Смотрите, как выглядит корректность для нашего случая. А выглядит это так. Если пара АВ эквивалентна паре А большое В большое, Д большое, вот эта пара СД эквивалентна паре С большое, Д большое, надо суметь отсюда вывести следующую штуку, что пара А плюс С, В плюс Д эквивалентна паре с большими числами. Тут господа, писалины много, а интеллектуальных усилий никаких. А именно, когда вы видите вот это, надо просто тупо написать. По определению эта эквивалентность означает, что А плюс Б большое, это А большое плюс Б маленькое. По определению вот эта эквивалентность означает, что С плюс Д большое, это С большое плюс Д маленькое. И соответственно мы должны из этих двух равенств вывести, что когда К А маленькому плюс С маленькое добавляешь Б большое и Д большое, то это то же самое, что К А большому и С большому добавляешь Б маленькое и Д маленькое. Господа, совершенно же понятно, что надо просто взять и сложить подшленные тиранцы. Правильно? Вот. Таким образом определение, которое мы дали, действительно корректно. Вот, ребята, очень важно, что это, конечно, простая конструкция, но без такого рода проверки эта фраза была бы бессмысленной. Потому что, когда вы имеете дело здесь с классами эквивалентности, то крайне важно проверять, что если у вас есть любой представитель класса, и вы из любого класса тоже знаете любого, то результат получится независящим от того, какие именно представители были взяты. Понятно? Это, кстати, очень похоже на то, как мы с вами проверяли, что сравнение по модулю можно складывать. Помните была такая вещь? То если одно число сравнимо с другим и другое сравнимо с четвертым, то тогда вот так можно сложить это все из одной почки. Вот корректность. Господа, теперь давайте объясним сегодня. Что значит умножить одно целое число на другое? что такое АВ умножить на CD? Внимание! Я уже пишу, я уже большой. Я уже пишу здесь такую штучку. АС плюс ВД? Молодец. АС плюс ВД. Точка запятая АС нет, АД 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 Все понимают, откуда это прибежало? Дело в том, что он мысленно, он никому это никогда не покажет. Это абсолютно неприлично, где-нибудь там зажато, но тем не менее, внутри, где-то там, у него, где-то, где-то, в тайном месте крутится следующее, что это как бы А минус Б умножается на С минус Д. Это получается АС минус БС минус АД плюс ВД. АС плюс ВД это вот это, а вот то, что с минусом, это вот это. Дошло? Теперь. Естественное определение. Кстати, совершенно спокойно можно было здесь, и, кстати, если вам когда-нибудь предстоит писать учебник по математическому анализу, надеюсь, вы вспомните и, что называется, в память о нас с вами напишите. Вот здесь вот, надо написать еще 2543, и здесь тоже 2543. И пусть весь мир гадает, зачем мы это написали. Определение от этого не изменится, потому что, если вы к примеру прибавили одно и то же, то от этого хуже в математическом смысле не станет, поэтому никто не сможет сказать вам, что вы написали неправильно, вот, а приятный договорились? Договорились. А теперь, можно я... А мы еще не определили число 1543. Да ладно вам. Это следующий за тем, который следует за тем, который следует за тем, и вот эту фразу надо произнести 1542 раза, и потом сказать единиц. Вот это совершенно понятная вещь. Вот. Так, где 1642? Я должен проверять корректность того определения, или можно поверить, что вы это сами сделаете? Да? Проверите. Проверите? Паша, на самом деле, смотрите, что нам с вами нужно доказать. Заметьте, здесь точно так же. Предположить, что это это, предположить, что это это, но доказывать надо не то, что здесь, а доказывать, господа, надо такую вещь, что вот эта штука, давайте я ее напишу, АС плюс БТ, точка с запятой, АД плюс БС, эквивалентно тому же стану большей буквы, АС плюс БД, АД плюс БС. Давайте поймем, чего нам, собственно говоря, хочется. А вот чего. Эти равенства остались по-прежнему, а хочется нам из этих двух равенств вывести такую штуку, что АС плюс БД это маленькие, потом пошли складываться с большими, что это будет то же самое, что наоборот, когда были АС плюс БД сложились с АД плюс БС. Включать. Что? Мне кажется, что это угроза. Безусловно. Безусловно, надо, конечно, смотреть, но с другой стороны это некая работа. Давайте. Как из этой системы двух равенств вывести вот такую систему? Существенным числением будет то же самое. умножить. А, в смысле, вы хотите их умножить типа вот это на это? Да. Ну, это зря. Потому что я не вижу, где бы у нас вот в этих равенствах умножалось А на С или А на Т. Понимаете? Поэтому уж если перемножать почленно, то наверное разумно разумно так вот это на это а вот это на это. То же самое получится. Что значит то же самое? Во всяком случае А, Д у нас возникнет. Да. А, Б, Ц возникнет с другой стороны. Проблема. Ну, давайте, ребят, подумаем. Вот эта штука должна откуда-то что называется возникнуть. Но она не возникнет. Что? Не возникнет. надо подходить к этому делу как-то разумно. Потому что иначе мы запутаемся. Мое предложение простое. Давайте действовать методом последовательного исключения. Что значит метод последовательного исключения? Это значит следующее, что вот здесь вот у нас есть А, С. Давайте, что называется о нем позаботимся. А, от всех. В целом, что в две части это равенство может на А плюс 2. Во-первых, что значит нужно, это здесь совсем не правильно. Здесь, безусловно, только нужно, потому что способ показательства явно не единственный. Правда? Так. А плюс 2. А плюс 2. А плюс умножить на что угодно, лишь бы у нас возникло вот это самое наше, ну, какое-нибудь, да? Чтобы постепенно хоть что-то происходило. так, не очень понимают, зачем вы здесь делали. Аминалинцы говорят. Потому что у вас там нет А маленького т, понимаете? Да. Смотрите, вот д то же самое. А маленькое... А маленькое... А зачем умножать? Почему нельзя умножить просто на одно маленькое с? Просто. взять и умножить на С и понять, что у нас уже есть. Теперь что-то возникло. Давайте. Значит, это, да. А маленькое, С маленькое, плюс B большое, С маленькое, да, равняет. Вот. Теперь давайте смотреть, что у нас есть, а что возникло лишнее. Значит, вот это у нас уже есть. Вот это у нас уже есть. И возникло непонятно зачем. Кто-нибудь уничтожил с чем? Нет, ребят, дальше. Если заботиться о букве Амалии, то заботиться. Что мы сделали? Вы на что умножили? На Т. На Д маленькое, да? Замечательно. Теперь, только внимание, надо было вот так вот. Можно переставить? Вот, вот, вот. Мысленно, хорошо? Тогда смотрите, что у нас будет. У нас уже есть АД, и у нас уже ВД, да? Вот. А теперь простая вещь. Давайте, вот это равенство, и вот, ну, соответственно, переставленное сложен. Так, давайте, на переменную отойдите, Андрей пока все напишет, хорошо? Продолжение следует...